Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, я, Александр. Подъехал сегодня ко мне очередной девайс от компании Blitzwolf, а именно смарт-часы BWHL2. Bluetooth 5 версии, рабочее время 5-7 дней, 200 миллиампер час батарейка, IP67 влагозащита и вес 55 грамм. Давайте посмотрим на них, что они из себя представляют. Не так давно я тестировал часики, кстати, которыми пользуюсь от Unidigi. В общем-то, эта моделька, она под другими брендами тоже попадается на Алиэкспресс, но здесь немножко другой форм-фактор, не повторяющий, да что ж такое не открывается, не повторяющий Apple-овские часики по виду, ну, по внешнему виду, да, это вот такой вот фон-фактор. Более, упс, ушли. Более мужских брутальных часиков. Так, тут у нас ремешок в комплекте и кабель, ну, такой магнитный. Так, частицами отоварились куда-то. Так, я полагаю, их надо на зарядку поставить, да, чтобы они заработали. Так, безель у нас металлический и корпус тоже, кстати, металлический. Нижняя часть пластик, функционал у них тоже схож с предыдущей моделью протестированной. Есть измерения вроде как и пульса и кислорода с давлением. Посмотрим, как там будет с точностью, конечно, это все ерунда. Так, включаются они, но точно надо их на зарядку поставить. Пауэрбанк у меня под руками, конечно, нет. Так, ну что, сгонялась за пауэрбанком, зацепил, кстати, ремешок заодно. Ремешок очень прикольный, он снаружи из кожзама какого-то сделан, а снутри из резины, то есть из силикона, из какого-то, да, такого. Та часть, которая идет на руку. Так, ну и давайте подключим. Это чудо враждебной техники зарядки. Оно, наверное, должно завестись, да? Да. Вот пошла зарядочка. Дисплейчик-то такой неплохой. Сразу снимаем пленку. Не нать. Неплохой дисплейчик. Ну, включайся. Не включается. Значит, нужно нажать и подержать все-таки. Нет? Не хочешь? Оно еще и крутится, смотри-ка. Хочешь, чтобы мы почитали инструкцию? Да ладно! Нафиг она нам нужна? Заводись давай. Что ж, совсем пустая батарейка, что не работает? Да нет, вроде показывает какое-то количество. Правильно, совершенно непонятно, какое это количество. Так, это стекло, друзья. Но алеофобного покрытия я тут как такового не вижу. Да, отпечатки остаются. А так вообще сделано довольно качественно. На винтах задняя крышка. Вот эта металлическая часть. Но тоже прикольно. Слушайте, ну ладно, я буду с ними разбираться все равно в течение пары недель. Надеюсь, что они потом включатся. Ну и, конечно, по прошествии все вам расскажу. Единственное, я могу показать, как они смотрятся на руке. Но на мужской руке как раз ок будут смотреться. Так, раз, два. Да, это на мужскую руку отлично. Но, впрочем, есть девушки, которые предпочитают круглые часы. У меня жена, кстати, тоже любит круглые часы. Не сказать, что они сильно большие. Но счет пока не включается. Видно, надо их зарядить. Итак, друзья, попользовался я часами более месяца. Ну и теперь рассказываю вам. Значит, слава богу, они нормально зарядились, нормально работают. С этим проблем нет. Оказалось, просто там какой-то заряд нужно определенный набрать для того, чтобы они включились. После этого они спокойно включаются. По, значит, сразу ремешку хочу сказать один момент. В целом он очень удобный. Из двух состоит как бы частей. То есть здесь вот силикон, здесь кожа, как я говорил. Уже в начале. Но вот у него есть минус. Когда вы его закрываете, вот эта пряжка, она вот здесь вот немного выпирает язычок. И он норовит все-таки за что-нибудь всегда зацепиться. Походу я буду сравнивать вот с этими часами, на котором я пользовался Юмидиджи. Посмотрите, как сделана пряжка здесь. Так, пока приберем. Здесь прям все заподлицо, да. И ничего не торчит. И все такое вот удобно, приятно, мягко. Здесь норовит за что-то зацепиться. Вот эта пряжка и еще, значит, хлястик. Лишний вот эти две петли никак не могут держать, потому что они вот, собственно, тут болтаются. В отличие, скажем, от тех же Юмидиджи, где все силиконовое и ничего никуда не сваливается. Но, к счастью, здесь стандартное расстояние. Это 20 миллиметров, по-моему, и можно любой другой ремешок сюда поставить. В том числе, кстати, есть и силиконовые на них. В плане носки больше никаких претензий нет, никаких реакций там аллергических типа на руке, ничего нет. Все хорошо. Сразу по кабелю зарядки. Значит, он магнитный, естественно, и он достаточно сильный, но не такой, например, сильный, как у Юмидиджи. Он тут просто, ну, держит насморь. Упс. Вот. Я не зацепил до конца первый раз. Вот, смотрите. Трясу, как хочу, ни за что они отсюда не отвалятся. Наверное, потому что здесь контактов типа больше, что ли? Нет столько же. Значит, просто мощнее магнита на кабелю вот у Юмидиджи. Экран. Вот здесь все отлично. Экран у часов 1,3 дюйма. Это IPS-матрица с прекрасными углами обзора. Сейчас я вам полную яркость покажу. Яркости, кстати, хватает даже на солнце. Не скажу, что она запредельная, но ее хватает. И видно его хорошо также под любыми углами. В общем, к дисплею никаких претензий у меня не возникло. Если поставить вот так вот, кстати, нажатием переключаются циферблаты. Вот что-нибудь поярче. Норовит выключиться все время. И, как вы, наверное, уже успели заметить, часы просыпаются по тапу. Можно полностью отключить вот эту вот систему с поворотом, да, и пользоваться исключительно тапом. Это крайне удобно, потому что далеко не так быстро просыпаются часы, как хочется иногда. Значит, основные моменты в часах в меню их. Первое – это смена циферблатов, естественно, удержанием по тапу. Можно выбрать один из пяти. К сожалению, загрузить сторонние варианты невозможно сюда. Так, сверху у нас находится шторка, так сказать, быстрых настроек. Здесь у нас яркость. Здесь у нас секундомер. К сожалению, таймеров в часах нет. Это поиск смартфона. Это информация о девайсе. И есть выключение, чего, например, в Юмидиджи я так и не нашел. Теперь, значит, возвращаемся назад. Здесь у нас уведомления. Еще, значит, один минус – то, что уведомления, после того, как вы их посмотрели один раз, они пропадают. Это не всегда удобно. У Юмидиджи, например, они оставались. Там можно было одно удалить, все удалить. По-моему, шесть или восемь. Нет, восемь или десять было уведомлений. Здесь вот прочитал один раз и все. No messages, соответственно. Свайпом справа налево запускаются достижения за день. Здесь у нас шаги, быстро очень включаются. Километры, что немаловажно, пройденные и сожженные калории. Если свайпнуть еще раз, здесь у нас измерение включается пульса. Срабатывает датчик и пульсометр работает. И свайпом получается слева направо. У нас основное, так сказать, меню. Спорт, дата – то же самое. HR – замер сердцебиения. Это замер кислорода в крови. Дальше замер давления. Уведомления те же самые. Посмотреть, сколько вы спали. Я, по-моему, снимал их сегодня на ночь. Это спортивные замеры. Прогулка. Здесь у нас шаги, удары сердца, километры и килокалории. Дальше бег. То же самое. Километры и килокалории. Это у нас, типа, как оно. Путешествие к Ламбин. Сейчас я забыл точный перевод. Велосипед, плавание и баскетбол. Прям баскетбол – самая нужная дисциплина. Все. Никак отредактировать, не добавить, не убавить. Сюда ничего нельзя. Довольно странный набор, честно говоря. Ну, да ладно. QR-код на скачивание программы. Так вот сюда у нас выбирают. Таймер, яркость, все, что в шторке. Поиск смартфона, система и шатдаун. Все. В самих часах все. Я циферблатик использую вот этот вот. Он мне как-то больше нравится. Здесь и шаги показывает, и дату, день недели. Ну, и смотрится отлично. Так, теперь программа, которая работает с этими часами. Fit Cloud Pro называется. Значит, это основная менюшка. Здесь у нас сон. Естественно, можно посмотреть там по всяким чутким. Впрочем, за месяц. Я иногда их снимал. Замер пульса. Отсюда же можно сделать замер давления. Замер кислорода в крови. Общая оценка здоровья. Здесь вот у нас есть интересный, значит, момент. Как раз непосредственно замеры идут. Причем здесь есть сигнал GPS используется. То есть сигнал самого смартфона. Вот написано, что GPS работает. Через программу я, кстати, ни разу не запускал. Ну вот. Запускал с самих часов только. И... А, вот. Стоп. Однако данные о моих перемещениях здесь записались. Это как раз я замерял, собственно, сколько у них показывает счетчик километража. Поставил параллельно трекер на телефон. По шагам, что ли, он меряет. Я так и не понял. Или все-таки по GPS. Ну, короче говоря, данные по трекингу и по часам отличаются на 50 метров. То есть километр под программой трекера стороннего. И вот на самих часах там то, что вот здесь вот показывает километр. По факту. А на часах показывает километр 50. Вот. То есть здесь показывает больше. Значит, что еще в программе есть. Соединение с самим девайсом. О, сейчас они у меня как раз и развеются. Уведомление. Будильник. Напоминание о бездействии. Напоминание о том, что нужно выпить воды. Поворот запястья. Улучшение измерений. Постоянный мониторинг. Очевидно, сердечного ритма. Поиск устройства. Способ ношения. Формат часов. Есть съемка. Есть съемка фото встряхиванием. Так. Вот видите. Раз. Делает фотографию. Делает свою папку. Версия устройства, которая вряд ли будет когда-либо обновляться. Сброс настроек. И отвязать-привязать. Профиль. Есть работа с Google Fit. Тут можно установить цели. Единицы измерения. Уведомления. Фак есть. Настройки. В которых, собственно, ничего особенного нет. И обратная связь. Вот такой вот список программ, от которых приходят уведомления. Приходит нормально. И в спящем режиме. Все в порядке. Единственное, что здесь нет у некоторых программ. Ну, к примеру, ВК. Нет. А все. Инстаграм. Вайбер. Ватсап. Почта. СМС. Звонки. Ну, все. Основные уведомления приходят. Все. Программка вот такая простая. Но, в принципе, со всеми задачами справляется. Единственное, после последнего обновления, вот здесь пропал счетчик в процентах батарейки. Это немножко грустно. Теперь о самом классном, что есть в этих часах. Это, собственно, автономность. Написано 5-7 дней. Но, ребята, часы у меня проработали. Сейчас я вам покажу. Вот у меня есть скриншотик. И часы у меня проработали 18 дней от одной зарядки. После этого я их зарядил и носил еще 19 дней. Вот сейчас они кричат о том, что они хотят разрядиться. Да, пустые. На сегодняшние 19 дней. То есть, вот здесь как раз первое число закончилось. Работа первого заряда. И, значит, второй цикл прошел. Это я просто несколько раз их на ночь снимал. Или, да. У меня ночь не работает. И 19 дней. Короче, я не знаю, как так можно было ошибиться в плюс. Но это просто охренительно. Это круче, чем Mi Band, по-моему, даже. В общем, автономность крутейшая. Тут сказать нечего. И это, в общем-то, не может не радовать. По измерениям, что могу сказать. Пульс в мире достаточно точный. Плюс-минус один-два удара. Это, я считаю, вполне хорошо. Естественно, давления нет. Сразу минус. Кислород. Здесь датчик один. В отличие от Юмидиджи, где датчика два. Есть отдельный датчик на замер кислорода и замер давления. Но, в общем, не там, не там доверять. Я не знаю, как датчику содержание кислорода можно или нет. Потому что у меня нет вот этого вот маленького пульса. Оксиметра. Медицинского, с которым можно было бы точно сравнить. Ну, что-то показывает. Но меньше 96, по-моему, вообще ни разу не показывал в этой программе. Да, если посмотреть, кислород в крови. Вот, 96, 99. Короче говоря, не знаю, можно доверять или нет. Скорее всего, не стоит. Шаги мерить, как обычно. Вроде у нас один замер нормально, 10-20. Потом, раз, ничего не показывает, ты прошел. Потом показывает больше. Ну, короче говоря, скорее всего, идет в плюс. Вот, с километражем я вам рассказал уже, какая заморочка. То есть, это прикольно, когда на самих часах есть километры. Причем, оно работает и без смартфона. Я проверял. То есть, если смартфон убрать и делать вот этот вот замер, он непосредственно самими часами это делает. Как он это делает, я не знаю. Наверное, на основе шагов. Ну, вот. Врет в плюс на полтинник, на 50 метров. Так, что в часах не понравилось? Не понравилось? Слабая вибрация. Вот. То, что нет таймера, есть только секундомер. Таймер здесь вот есть. Юмидиджи, это все-таки удобнее. Сообщение пропадает, уже сказал. Вызов на часах идет только 10 секунд. Вот то, что когда мы позвонили. 10 секунд они вибрируют. Все. Причем нельзя не отбить, нельзя ничего сделать. Можно только 10 секунд понаблюдать это. Если вы нажмете, они сразу прекращают. Такое себе. И поиск смартфона тоже буквально 10 секунд. Вот я сейчас нажимал. Идет. И не успели, значит жмите еще раз. Ну, из плюсов, несомненно, это классный внешний вид. Часы выглядят дорого, хорошо. Возможность установки ремешков. Стекло, кстати, здесь обычное. Я их абсолютно и не жалел. Ну, в общем, я смотрел очень-очень тщательно. Где-то вот здесь вот нашел одну маленькую царапинку. То есть, я и в машине в них лазил. И все. Никаких проблем. Естественно, влагозащита работает. Руки мыть там все. Это пожалуйста в них. Единственное, но не очень удобно в них мыться в душу. Потому что они внушительные. А так по удобству я привык к ним очень быстро. Несмотря на то, что они намного крупнее, чем Yumi Digi. Вот эти, да. И, в принципе, даже спать в них не особых затруднений не вызывает. Вот это вот только вот. Мне нравится эта штучка. А так, конечно, главное, плюс 18 дней от одного заряда. Это просто офигенно. Я теперь даже не знаю, какими из этих двух часов я буду пользоваться. Что-то я так к ним привык. Вот уже больше месяца пользуюсь получается. Два цикла. И, наверное, и дальше буду пользоваться этими шлями. Потому что все-таки они лучше смотрятся на мужской руке. Такие немножко брутальные. И, в общем-то, в итоге я, наверное, останусь на них. Вот то, о чем я говорил. И вот эта функция тоже по тапу очень нравится. Ну а на сегодня, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И до новых встреч. Пока. 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 Пока.